здравствуйте уважаемые коллеги как-то читал статью сейчас просто вспомнился но в соединенных штатах есть такой женский монашеский орден вот эти монашки там старушки не старушки ну как в обычном монастыре молятся служит богу послушничать так далее вот но что удивительно именно в этом монастыре ну скажем так 90 лет это обычный возраст прожить без там бабушки за сто лет и сто лет так далее более того по старушке продвинутые они после смерти завещают свой мозг науки изучите почему наше долголетие и когда ученые изучали их мозг умерших он действительно кажется очень большое число нейронных связей говорят что нервные клетки не восстанавливаются не сильно погибают тысячами после каждой пьянки стресса там с возрастом просто вот а у них и мозг у человека 90 лет он сохраняет при структуру молодого человека очень много нейронных связей как бы не разрушались в чем дело но оказался общем-то простая причина устав этого ордена предписывать не только служение господу да но запрещает как грех пассивность духа и интеллекта то есть мало только молиться послушничать но эти старушки пишут научные статьи участвуют конференциях пишут диссертации защищают их они постоянно работают умственно и вот это сохраняет их мозг практически молодом состоянии и соответственно физическое состояние долголетие этим достигается ну конечно не только этим но это один из мощнейших факторов вот предотвращение старения интеллектуальная деятельность и особенно творческая интеллектуальная деятельность попробуйте у вас должно получиться так уважаемые коллеги вернемся еще раз к советам первокурснику мы говорили о том как работать на лекции как готовиться к экзамену вот есть такая еще форма учебных занятий как семинар семинарские занятия но они обычно конечно по гуманитарным дисциплинам по точным наукам лабораторные практически это семинар то есть обсуждаются какая-то тема ну вот докладчик назначается лес кто-то вызывается на где-то доклад со докладчики там вопросы задаются обсуждаются мнение кит высказываются но так хотелось бы да реально семинар проходит так то действительно при плате распределяет к темы докладов скачка с интернета мута и зачитывание далее тишина лучшем случае мать заготовленные вопросы то вопросы неприлично задавать да ты задашь какой-нибудь вопрос остро и он не сможет ответить случайность товарища подставил и семинар превращается либо в такое зачитывание докладов со выступлений монолог преподавателя мы какой-то вывод заметьте что царской империи университетах царской империи семинарские занятия просто запрещались лабораторные практически пожалуйста запинарцы запрещались почему они развивали свободу мысли свободу духа а это было нехорошо условиях царской империи свобода мысли она запрещалась так вот заметьте семинар как раз свобода мысли то есть если вы обсуждаете сказать свою точку зрения там не бывает правильный неправильный но потом можно объединить мнение там сделать какой-то вывод ну вот кстати на семинарские занятия по научному коммунизму мы там задавали острые вопросы друг другу и ругали где-то советскую власть там очень ну очень остро обсуждалось все это в конце просто преподаватель делал вывод ну вот так бывает там мы не всю же знаем информацию которую владеет членом политбюро и так далее но все равно учение маркса все сильно потому что она верно но вот запомните что семинар ну просто сейчас в чисто прикладном смысле вот там молчать за умного не сойдешь всегда нужно обязательно высказать точку зрения то что вопрос задать а вот я думаю так там не бывает неправильных мнений вот я так думаю так себя начать ляпнуть выступить предатель вас отмечает ставить плюсики активную работал на семинаре здесь пригодится на экзамене когда просидели по нём там промолчали вижу не вылезти вот здесь не та поговорка что молчи за умного сойдешь здесь не сойдешь за умного семинары приучают свободе дискуссии свободомыслию умению просто разговаривать с людьми вести дискуссию все остальное только прилагается к этому уважаемые коллеги вот еще раз репутации знаете как говорят такая глупо коммунистно говорят от себя не убежишь не только от себя не убежишь в современном мире не убежишь и от компьютера вспомнил спрос случае когда был зам декана в факультете экономическом ну ко мне была и бумага из милиции было из милиции и вот такое содержание значит у нас был студент такой васи его звали из набережных челнов ну раздолбай честно говоря так вот что пишут из милиции что студент такой-то течение двух лет три раза задерживался милицией первый раз там ну там статьи какие-то фронтирую кодекс которых ничего не понимаю его шрафовали там ну я вызываю васю нарывать ты рецидивист ну расскажи хоть что творил ты говорит ну в первый раз там ерунда была он ушел там вот я ну в туалет захотелось я за гаражи там зашел тут милиция ехала меня поймали оштрафовали там так далее второй раз только это ерунда подобная в третий раз что-то посерьезнее в общаге кто-то там поливасе то ли оба милиционер живущие общаги были пьяные там попал вздорили но васю задержали на штраф денег не было его на трое сутка административного ареста еще посадили вот но я посмотрел когда еще просит рассмотреть вопрос о его пребывании университете и вас вот отдай должное ментам два года терпели фиксировали твои выходки но терпели сейчас просит тебя отчислят я конечно не отчислю я сейчас сделаю страшные глаза объявить тебе самый строгий строжайший выговор и выгоню к чертой матери ты пойдешь учиться ты закончишь наш инженерно-экономический факультет вернешься в набережные челны захочешь как экономист устроиться в банк работа солидную фирму придешь на собеседование первое что они сделают их служба безопасности запросить на тебя информацию милиции они с удовольствием ответят знаем такого писает за гаражами задерживалась милицией вася ты не попадешь на работу эту фирму этот марк не 50-е годы попал в компьютер ну практически навечно поэтому здесь вот на потом на потоке студент уже не называя конечно вася по имени по фамилии этот случай изложил искал ребята 21 век попал в компьютер навсегда будешь как миклуха маклай с репутацией великого путешественника уже им коллеги давайте вернемся теме комильфо правил хорошего тона вот мир действительно изменился да да ну шам интернет это ведь события ну сравнимая с книгопечатанием когда-то и вот мобильная связь у всех она всегда с собой эти разговоры но телефонный этикет должен сохраняться ну скажем когда вот меня отдал бы там в кабинете телефон мне звонят тогда же не знали вопрос ты где естественно у телефона у себя в кабинете или у себя в квартире а сейчас первый просто где ну так можешь говорить нет извини я в транспорте а перезвоню на или на совещание там неудобно то есть это вопрос надо задать они сразу отдавай вот это да но я не хочу в транспорте обсуждать эту проблему доеду японцы никогда не говорят вообще на транспорте по мобильному телефону так как иностранцы могут нарушать такой этикет вот потом скобывал связь прерывается прерывается связи мобильная и вот две руки хватают кнопки набирают диск там нажимает топки а что нужно сделать если вам позвонили до спокойно ждите тот кто позвонил первым тот должен еще раз набрать номер перезвонить связь прервалась не надо спешить торопиться значит потом нотвы ну поговорили представились по делу там просто знакомый кто должен закончить разговор ну хватит да болтать да ну скажем так вам начальник позвонил вы же начальнику не скажете сидор матрас я все понял хорош базарить придется терпеливо ждать пока начальник не скажет ну все понятно да пожалуйста выполняйте дама нельзя даме рассказать да хорош базарить наташа надо дождаться когда дама может как-то намекнуть вежливо а я вот тут туалет увидел как раз зайти рот мой автобус подходит вот но если вы как люди равного ранга там не дамы мужчин но кто примеров позвонил тот собственно должен иметь совесть и прекратить разговора не болтать бесконечно даже в мире мобильной связи хоть этикет должен соблюдаться и самое главное ну не надо базарить в общественном транспорте за рулем тем более тут есть водители прямо автобусов красных автобусов один недавно семечки грыз одной рукой другой еле рулил второй начинал с товарищем глядя больше в телефон чем на дорогу пришлось ему сделать замечание таки убить могут людей за рулем вообще нельзя ферборта запрещено ну наш народ более уникален в отличие от немцев охота вот правда ну каждый второй случай водитель сел в машину включил сжигание передачу и тут же достает телефон не сообщить что он отъезжает ну сначала сообщи потом отъезжай заранее но опасно считается ножки много конечно но порядка 7 процентов аварий происходит по вине того что водители болтали по телефону если более серьезные причины отвлечения на внешние объекты и так далее но тоже так уж мало 7 процентов вы соблюдаете телефонный этикет уважаемые коллеги но вот в этом году довольно серьезные события мировой политики произойдет выбор соединенных президента соединенных штатов америки ну как бы там ни было хиллари там станет или трамп но не столь важно отношениях с нами мало чего изменится ну там смотрите как будет ситуация в ноябре проходят выборы в первые в первый вторник после первого понедельника ноября висякосного года до января избранный президент не так обращать господин избранный президент он знакомится ядерным чемоданчиком секретными документами там ходит в курс дела январе произойдет к инаугурации ну после выборов победы это некий банкет будет до после инаугурации тоже будет банкет но идет к весне 2017 года мы допустим хиллари вспомнишь на президент и надо продолжать политику опять же вторгаться в страны хаос международный организовать все все повторится сейчас небольшой затишье просто а потом не сирия так начнется как ливия не ливия так он узбекистан то есть они не успокоятся вот но давайте не забывать о конечном человек который вообще-то уходят хромая утка барак хусейныч абаба два срока 8 лет просидел за эти восемь лет ну как-то дни лучший президент соединенных штатов конечно да а какой был лучший для нас на россии все они враги ничего другого вот но тут сачка не очень нехороший ну тенденция нас появилась он чернокожий президент 1 может последний в истории ли но вот в комментариях в интернете даже статьях по телевидению стало звучать вот такое но оскорбительный тон не по отношению к нему бабама бебезиан черный и так далее а как же ко всем неграм вообще а ведь мы русские всегда были за негров помните митинги в защиту анджелы дэвис американской негритянки там какой-то революционного деятеля свободу анджели дэвис мы всегда за негров заступались мы помогали им в африке они учились наших университетах то есть не надо одного не очень хорошего человека барака обаму и вот цвет кожи вспоминать на всех остальных темнокожих людей а не в общем-то наши люди на всякий случай ничего плохого нам не сделали вот это тоже из плохих итогов правления барака обамы но и самим на тоже соображать всякие люди бываются и не надо так обобщать таких нехороших российских вещей продолжаем разговор о казанских улицах в авиастроительном районе есть такая улица гудованцева николай гудованцева если точнее сказать кто это был человек почему в авиастроительном районе наш сель был авиатор аэронавт правильнее сказать вот было свое время такое событие еще в тридцатых годах умберто нобеле итальянский генерал на дирижабле италия пытался перелететь через северный полюс но не получилось случилась катастрофа они упали не все погибли там даже фильм такой был снят красная палатка про это событие часть экипажа потом спасли но искали их все все приполярные страны и советский союз норвегия соединенные штаты самолетах на дирижаблях катет урал амундсен знаменитый норвежский полярный исследователь он погиб во время такой экспедиции спасательный разбился на самолете вот и наш дирижабль с рв-9 назывался он на новой земле тоже разбился со всем экипажом все погибли вот николай гудованцев он был командиром этого дирижабля в память о нем похоронен на новодельщем кладбище его экипаж и он в казани его именем назвали улицу именно в авиастроительном районе даже был человек воздуха аэронавт кстати ему тогда не был еще 30 лет он уже был командиром серьезного аппарата до свидания